всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня разберем очередное оправдание или вопрос ответ на вопрос человекообразных не веганов труппажеров о том почему они хотят становиться веганами и звучит он сегодня следующим образом я продолжаю цикл видео не веган потому что расширяя некий цикл это винтерс это землянином который у которого он назывался 30 дней 30 оправданий и называется он веганы слабаки и худые дрищи в принципе неплохо было конечно это оправдание пододвинуть кто помнит был пятый вопрос или оправдание веганство не является полноценным питанием я даже там вспоминал естественно его всяких спортсменах там патрика бабумяна достаточно одного фото чтобы понять что этот человек явно не слабак и не худой дрищ более того это очень известный мировой олимпийский чемпион веган в тяжелых этих всяких тяжелой атлетики в общем одним словом да вот но мы с вами это кому интересно посмотрите если не найдете напишите в комментариях я дам прямую ссылку на это видео и вообще на эту страничку на моем авторском сайте не веган потому что ну а мы с вами все-таки передвинемся на 33 по моему списочку вопрос или оправданию картинку я долго вообще я сам вы знаете уже много раз говорил мне не могу и не люблю писать мне это очень тяжело дается ну кое-что кстати здесь все-таки написал я взял за основание первую попавшуюся мне там такую чью-то тоже маленькую статейку с вк и фотографию иллюстрацию взял с канала азмьесим зерно духа видимо что ты я помню даже может смотрел этот ролик подобные ну кстати рекомендую его тоже наверняка вы вот так и найдете как видите на картинке напишены написанному мужчины веганы тощие слабые и женоподобные я честно не помню наверняка я смотрел это видео наверное уже очень давно и общем-то эту иллюстрацию себе сюда и добавил думаю как раз и тут и место давайте поговорим разделим видео на 2 кто напишет тайм-код буду благодарен где этом перейду на худых сейчас поговорим о силе веганов по поводу силы здесь я сам писал потому что тейка взял там а худых по поводу силы я чуть-чуть себе пометила в основном ась просто поговорю но это немного не буду сильно вас напрягать тема очень простая она весь этот все это оправдание аргумент что я не хочу быть веганом потому что не хочу быть слабаком да дрячем это конечно все неправда и оправда опровергается он элементарно не словами а делами ну словами я лишь скажу дав отсылку к делам да начал прочитаю и кое-что свободе слова как я всегда это делаю скажу по поводу силой сейчас секундочку по поводу силы выносливости достаточно узнать про веганов спортсменов добившихся высоких наград чтоб убедиться в их возможностях и это только те кто нам известны из-за славы высоких достижений а сколько рядовых спортсменов фильм арнольда швастнеггера джеки чана переломный момент даст много пищи для размышления я сказал теперь чуть-чуть пожую то что я не люблю писать мне напрягать не проще вот так сказать мое служение в жизни это все-таки видео служение формата до голоса слова действительно чтобы просто если вам кто-то когда не такую чушь произнесет будучи веганом ну хотите моим роликом поделитесь или найдите еще видео в интернете вот подобные таком же как на канале а за есть зерно духа все очень просто чтобы провернуть это это аргумент это оправдание отговорку действительно посоветуйте человеку возможно такие видео как вот на азмис что я сегодня не буду разбирать людей на фотографии уже вы видите все эти люди я их даже некоторых не помню конечно ну вот этот мне нравится это воркаутер такой известный вообще крутой чел ну вот патрик этот который тяжелоатлет они все олимпийские многие чемпионы тот дальний по моему он тоже легка легкой средний атлет какой-то он такими заниматься жалко него голова там немножко поместилось как неудачно сделали фото для этого этого я не очень знаю но неважно вы действительно и вот кто вам может быть действительно как веганом будет не веганы такой вот задавать может быть искренне действительно интересоваться хотите сами яру мне лень просто собирать какой-то супер ролик в принципе достаточно в интернете и я ничем от них не буду отличаться кто-то для каждого веганой есть видео посвященные этим всем известным людям вот кто-то их собирает в такой более менее общее видео то действительно достаточно просто человек если интересуется просто вы потратите свое время ну как нет время кончик может посвящать есть желание вот у меня есть до желание посвятить его просто в устной и дать общую кайму на больше я не хочу дотрать уже тратить свое время вот для этого я считаю что я посвящаю больше это будет трата потому что если человек действительно заинтересован вот не веганом годачу да и нет там а куда же белки вот это все из этой же серии а b12 витамины жиры углеводы а я вот спортсмен если особенно ваши друзья знакомы или кто-то случайно или в интернете кто-то пишет может вы веганы просто ведете другой блок посвященный какой-то вашей деятельности вот но не скрываю что у вегана вам задали такой подписчики может искренне вопрос действительно интересует то что они сами со спортом связаны да может быть они уже даже какие-то тренера там высоковозрастные евро себе я был сам прям спортсменом каким-то до великим я может быть действительно и пиарил бы известных спортсменов как-то делаете ролики у меня нет желания да у меня нету таланта особо желание делать какие-то подкасты вот что-то вам читать элементарно все что же есть в интернете тоже никакого желания заниматься дубляжом я стараюсь производить тоже от себя свой какой-то уникальный кант контент в который я вкладываю свою уникальную личность и подачу информации той которой я как подаю да поэтому я говорю сейчас в данный момент тоже в такой свободе слова общими мыслями просто попросите и порекомендуйте своим вот этим кто к вам обратиться с этим вопросом неважно близкие родственники не близкие поинтересоваться и элементарный тег или запрос который должны будут делать в поисковых системах неважно google яндекс youtube или еще что-то это спортсмены веганы все выйдет такой список и таких людей от которых я думаю эти люди будут удивлены вот это реально неоднократные мировые олимпийские чемпионы это самые такие известные высокий титул до олимпийский чемпион чемпион мира естественно выйдет там огроменное количество я не побоюсь этого слова людей которые может таких высот не достигнут человек неоднократного чемпионства до 2 3 4 кратного там олимпийского чемпионства на веганстве более того многие из них были свою карьеру были часть жизни трупажорами да и вот перешли на веганство по разным причинам допустим но что меня радует когда я изучал эти истории сам тоже лично конечно я знаю о ком я говорю эти действительно люди по крайней мере потом становились идейными веганами по любви к животным да и поэтому их уже вопрос здоровья там даже для спорта всех этих сил становился побочным приняв вот эту именно истину веганство и веганство как любовь к животным как истинно любви к животным это здорово вот поэтому когда о них начнете изучать информацию вы хоть и начнете я за всех не буду говорить но от многих кого я сам изучил смотрел там видео про них тоже интервью целые фильмы таким кто именитый есть посвященный игру кто-то делает заниматься таким контентом и дай бог им здоровье да про них снимают все это либо какой-то уникальный контент либо сами себе сборные из со всех каких-то источников и посвящает человеку такой фильм да то действительно если вы даже начнете интересоваться стороны вот этих всех аспектов там силы здоровья то в концовке вы узнаете что все они проповедуют любовь ну многие из них проповедуют любовь к животным но и глядя на них вы убедитесь что причем они с огромным все уже опытом веганство это это этого образа жизни ни один не два не три года игру причем все свои потом успехи многие до которого там олимпийским чемпионами неоднократно становились да они связывают обязательно с веганством более того они ставили такие рекорды мировые рекорды да и и и более того они находятся в таком отрыве от своих конкурентов что те не знают как их догнать а эти не знают уже даже предела своей силы и действительно знаете спектр просто разнообразен от бойцов там мма какой-то боев без правил заканчивая чем угодно не знаю шахматы умовой вид спорта можно к спорту относить но это действительно это легкая атлетика средняя так называемая атлетика хоть такого понятия особо не существует но вы понимаете о чем я говорю да тяжелая атлетика да где казалось бы вообще нужно нереально и от слова так тяжесть атлетики легкая это как бы хотя там тоже силы нужно но там выносливость то есть здесь хоть и написано что слабаки на было еще может быть дохлики не знаете слова не все понятно применимо да и вот веганы и выносливы поэтому доказательства примером те кто является представительствами легкой атлетики средняя атлетика где я ее так назвал до такого понятия конечно не существует ну где и то и то наш до виды спорта который подразумевает как бы гармоничная развитость и в то и другое направление вот есть наоборот тяжелая атлетика да где не особо выносливо там мышцы по-другому спортсмены тренируют да они не настолько выносливо но и мы это не надо они не развивают в этой сфере но и надо мимолетная большая нагрузка и усилие чтобы нагрузку преодолеть до силы поэтому тяжелая атлетика пожалуйста вот все есть во всех видах спорта велоспорта бег на короткие руби сил нужно на длинный где марафон выносливость нужно все есть куда ни возьми ли бойцы без правил казалось бы там все в любой вообще есть представители и это вы сначала найдете конечно каких-то мировых игр у людей которые вот как я написал добившихся высоких наград про которых просто известно и которые не скрывают веганство проповедуют веганство поэтому про них это есть и все фильмы да но уж благодаря тому же сами любому поисковику у вас выйдет и много людей пусть так как сейчас тем более мир интернета любой какой-нибудь парень или девушка до занимаясь каким-то спортом может быть вообще не признанным там тоже самое йога возьмите или всякие танцы есть в пример привести сейчас ну для чего конечно хорошо контексты писать как шпаргалки в общем вы забьете все это увидите да и реально причем это опять это от мелких блогеров просто человек по крайней мере свидетельствует пусть у него еще нет большой популярностью вы же попадете на таких и и действительно с большой популярностью там и сто и миллионы подписчиков просмотров вот которые чем-то занимаются и веганы да вот уж таких вы увидите я говорю и среднего спорта и фитнес-тренеры у кого угодно то есть вот этих допустим не какие-то великие люди обычно может там фитнес-тренер но вот он веган и веган стоит проповедует и в зале ведет свой блог и причем может быть и менее популярным успешным более достаточно популярным вот и за все это дело дело топит да вот и поэтому естественно со само это вот наличие это полностью опровергает вот это бред не по поводу то что веганы слабы слабость и силы человека естественно вообще не в этом как и здоровье в общем то она ровно в половине находится во власти человек что-то мы можем но датчик может развиваться или наоборот себя губить но лишь наполовину половина это от бога от природы так скажем да и не зря вспомнил обязательно кому эти вопросы интересно хотя бы уж через эту сторону зайти но посмотреть фильм свежий фильм в тексте у меня есть прямая ссылка на ну по крайней мере пока она существует может этот ролик потом куда нибудь но в ю тубе есть просто он там вроде не знаю как насчет авторских прав кто знает кто нет буквально до 19 по год здесь не написал режиссер и сценаристы и так скажем идейные вдохновители сами кто вы выставил и инвесторами спонсором главный ведущий боец и как раз вот боев без правил ну кто выступил и в роли так скажем ведущего этого все фильма в прямые съемки вот тоже стал веганом известны тоже боец без правил но фамилии не так известно поэтому я не называю вот арно швасегер джеки чан уж моим ровесником все эти имена фамилии известны сняли фильм переломный момент вдруг кто-то еще не слышал попадет на это ролик с кем поделится я поделюсь ну пожалуйста достойный фильм вот по крайней мере по этой теме хотя там есть моменты я любви к животным что не может не радовать там конечно то скользко проскальзывает но поделиться можно кто хотя бы через это издается этим вопросами там есть ответы на эти вопросы да и это свидетельство опять людей конкретных тоже там приводится вот ну и подобные фильмы вот как название с ним да и на прочих ресурсах это я все как русскоязычный человек говорю наверняка мирового контента намного больше на эту тему да то есть все это конечно просто в конце я себе скажу и тех кто меня окружает веганом да вот по той же самой силы я веган уже там около 12 лет до никогда не жаловался на слабость или потерю силы да я не могу утверждать что там веганство какой-то божественную силу конечно дают от я тоже врать не буду вот я какой был до веганство и после я просто нормальный то есть такой же как и есть также по поводу силы это конечно миф это миф оправдание ложь вот веганы точно такие же люди более того эти люди были не рождены веганами эти люди может там и есть когда будете истории изучать я уж тоже за всех сейчас не скажу вдруг на кого-то случайно скажем неправильно дам определение можешь вы найдете такого кто-то может веганской семье вырос может быть вот но кого я изучал так по памяти это все точно такие же как я и основная масса людей к сожалению выросших в обществе злодеев в обществе не веганов в которых основная масса человечества добровольно сами избрали веганство как любовь к животным естественно связано с их убийством потребления их трупов и всех продуктов животное происхождение они все получены посредством эксплуатации этих животных ужаснейшего да ну естественно связано с питанием и вот такой образ жизни такого питания такой жизни никак не ухудшает твою жизнь это точно но как спортсмены вам будет свидетельствовать что даже улучшает я такого средства не могу привести но то по той простой причине я и не меряю свои нормы я профессиональным спортом в принципе никогда жизни не занимался хотя возможно были к чему-то предрасположены склонности я физиологически развит гармонично и все это я занимался много спортом конечно но как любитель всегда вот что-то бросал все время чем-то новым увлекался и никаких профессиональных таких не достигал цели до сих пор мне почти 40 39 сегодня исполнилось 3 января 2022 года поэтому мне как бы не с чем сравнивать я никакой статистики не веду чисто на на такое субъективное моё мироощущение понятно что никакой силы не потерял чё раньше тягал в бытовой в бытовой жизни в какой-то то и сейчас чего не тягал если холодильник сам поднять не могу целиком от земли естественные и раньше то я его и сейчас не подниму да то есть все то же самое ну я и сейчас пока всегда поддерживаю себя форуме и поэтому сколько раньше отжимал столько и сейчас единственно раньше если раньше там более менее так хоть не профессионально но по юности занимался и конечно сравнить сколько я сейчас там потянусь и тогда что сейчас на выход на 2 не сделал то потому что я не занимаюсь и потому что я там веганом стал да это сейчас я так как любой уже чем человек взрослеет а уже в моем варианте на морской скоро и стареет потому что переломный момент жизни обычно считается 35 лет пройденной человек уже идет в другую сторону поэтому сейчас не столько уже никого развития речь не идет ойдет речь просто поддержание себя вот поэтому это конечно миф это все заблуждение если вы даже занимаетесь спортом это не причина как это хорошо все выражался это не повод не оправдание не может служить для убийства эксплуатации живых существах все вы спортсмены связаны со спортом сейчас даже если вы уже тренеры вы все обязаны разобраться в этом вопросе стать веганами и веганство проповедовать среди своих учеников спортсменов там этих чем бы вы там не занимались веганство никак не не испортит ваше здоровье и силу и все что с этим связано ну и давайте по поводу худобы то же самое как в общем то все здесь в одной куче да если зачитаю вам сначала что я вот просто взял там со статьи для так для примера для какой-то матрицы скота в которой я поговорю тоже с подогрением чуть-чуть исследователь из окв из оксфорда тим кэй выяснил что вегетарианцы веганы имеет массу тела до 20 процентов меньше чем мясоеды на на все ли на всех ли вегетарианцев устраняется это правило и почему так происходит ну это я чисто статьи взялся с мяч поговорим вообще имеет ли веганы и вегетарианцы на 20 процентов меньше но до 20 процентов веса меньше мясоеды конечно все зависит от того что вы едите хрустя чипсами дни напролет можно смело называть себя вегетарианцем что действительно так может и быть да но худеть от этого вряд ли будете правда так что худеют на вегетарианстве обычно те кто следит за правильностью своего питания и есть в основном диетические продукты вроде фруктов овощей сои зерновых и практически не употребляет переработанных продуктов переработанных до что фактически и ведет к снижению веса кроме того пища не содержащая мясо как правило менее калорийное животные белки имеет более плотные калории чем белки растительные например 100 грамм бобов содержит 135 калорий и 2 грамма жира в то время как 100 грамм филе мы обнаружим 237 калорий 29 грамм жира еще одной причиной является то что обычно вегетарианцы едят больше овощей и фруктов содержащих клетчатку благодаря которой насыщение происходит быстрее и с меньшим количеством калорий но здесь как всегда вот это про калории сейчас хочу конечно об этом сказать здесь была очень правильная мысль сказано что вы знаете во первых по поводу худобы веганов вы посмотрите на веганов вот опять во первых что на тех же самых спортсменов они на худышек совсем не похожи если он там и худой если он марафонец или какой-нибудь бег пусть не на средней дистанции лета вело спорт где там понятно там некрупные люди там там нужно это там люди тренируют себя на выносливость естественно не все в основном как спички по жизни вы если сравнить с другими такими штурпажорами из его вида спорта его там конкурентов прямых каких-нибудь да они точно такие же но конкурентов по спорту до что он там с ним вечно соревнуется в основу за первые места эти и уж я не говорю о том что все действительно просто погуглите веганов каких-нибудь известных вам попадут блогер еще я сам удивлялся и для меня самого удивительно когда я вижу вегана с увеличенным весом с повышенным весом а порой вот вот прям знаете не просто плотных как и толстых или жирных такие есть такие есть блогеры чем молодые там девочки я видел вот думаешь откуда не это веган все там она и правильность написано посмотреть какие можно быть веганом можно стать веганами целыми днями чипсы правильно написал чипсы жрать и кока-колой запивать этой блевотиной что с тобой будет то по поводу худобы веганов то это во первых вопрос спорный потому что веганское питание даже при отказе от мяса молочной всей этой продукции до рыбной там и так далее ну продукции любого животного происхождения получено посредством убийства или эксплуатации это еще не говорит что ты перешел на здоровое питание поэтому сравнивать можно действительно хотя бы в примеры в исследовании изучение надо узнать этот веган вообще чем питается если он питается не здоровой пищи как это принято говорить неправильной пищи даже будучи веганом вряд ли он что-то потеряет весе и скорее всего даже можете увидеть аномалию толстого жирного вегана с нарушением действительно чего не там всех этих биопроцессов потому что ты живет всякую дрель потому что здоровой пищи я не знаю кто там согласится или нет даже веганы но я лично считаю здоровой пищи это как это говорят цельноплодовые овощи и фрукты вот ну ты можешь миксовать нарезать их делать салаты либо прикуску там консервация на зиму все само собой понятно но это все-таки цельноплодовый как называют потребление этих пищей пищи ну да ты можешь все варить можешь миксовать все это по по мере там но все-таки это ты код ты купил натурально все это виде желать надо еще и экологически чисто выращено и потребляешь каком-либо вот таком виде то есть ты плюс этого снова домашняя пища вот именно опять что-то в которых ты знаешь что добавляет может именно в этой всей пище по продажной и которая вот именно как здесь написано ну вы поняли комбинированная как-то переработанный продукт то есть надо делать и сама хотят переработал ты сам там что-то это блюдо любой приготовил чем-то там не готовил рагу пироги пусть даже до выпечку но ты его ведь помимо всех тех первичных продуктов и основных сколько всякой всякого говна как говорят туда добавляют производители те же замы кстати веганский даже продукт если веган будет покупать что датчо ток не добавляют вредного там для здоровья как бы да может и так может нет я сейчас за все это утверждать не буду но сам факт и поэтому вы увидите веганов и в полноте тела порой даже жирных толстых да вот так вот то есть по крайней мере язык не не должен будет поворачиваться у тех кто там на веганов наезжает что не дрищи потому что есть живое свидетельство веганов не тоже дрищи а жирных и толстых будучи веганов сказать ну это скорее всего это 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 редко если у человека я честно не знаю там от природы или вот он действительно стру пожарства слез еще может быть вообще не смог даже похудеть вот или действительно неправильно питается вот на это редко это неправильно излишний вес не должен быть ни у кого тем более у веганов вот это аномаль да с возрастом согласен там мне 39 плюс от природы такой стройное строение тела да то логично ну ладно зато правильно звучит да люди конечно все разные по-разному развитые вот но одно дело что у вас было от природы вы конечно не измените скелет томос может быть немножко неправильные мышцы немножко разные до форма тела но это было это видно что у вас от рождения а что вы уже сами приобрели это все элементарно видны все мы все понимаем зачастую просто отвергаем истину но давайте еще почитаем поговорим веганы зачастую весят еще меньше вегетарианцев так как исключает из своего рациона все продукты животного происхождения сливочное масло сыр яйца молоко и так далее каждый раз когда на свой бургер вен веган кладет тофу вместо сыра само собой он съедает много меньше калорий в результате за примером далеко ходить не надо такие звезды как алисия сильверстоун и аланис морисет заметно похудели именно вперед с перехода на веганскую диету ну я с чужой статьи же все это взял на вспоминать звезд некоторых вот но здесь не суть важно те кого потери потери веса на веганской диете не очень вдохновляет обязательно должны добавлять свой рацион продукты способствуют поддержанию массы тела такие как авокадо семечки орехи и бобовые ну и тут уже я еще сам немножко дописал уже выводы я тут кое-что местами поменял статья но не суть вам это разница принципе так скажем финальная фраза и я еще кое-что немножко скажу но не стоит путать понятия стройность и истощенность внешний вид веганов и вегетарианцев рацион которых сбалансированы весьма далек от рекламы анорексии анорексии кто знает а кто не знает скажу это дистрофия уже на уровне чуть ли не болезненности или смертельности даже да то есть ужасная худоба или пока но эту и я уже добавил эту мысль которая была в этой статье у меня фраза очень понравилась написано чем правильная вещь просто добавил давайте еще раз прочитаем не стоит понятие стройность и истощенность здесь продает просто сейчас можно сказать через запятую написано внешний вид веганов вегетарианцев рацион которых сбалансированы весьма далек от рекламы анорексии или пока я уже добавляю или показе какого-нибудь фанатика вегана я ставлю равно может быть сыроеда равно про наеда каком в какой-нибудь передаче труп ажоров специально для дискредитации веганство ну кого-нибудь выцепили такого да и все там грамотно подали до чтобы дискредитировать и обосрать веганство ну и тут я уж пишу я и никто из моего окружения веганов не потерял в весе с переходом на веганство что теперь хочу сказать по поводу даже тут было опять тип там веганы еще типа могут быть там худее вегетарианцев тех самых все чепуха вот все это самая настоящая чепуха в том плане что это все никак это фразы конечно они не соответствуют действительности я имею право говорить потому что на мне не работает не работает на тех кого я знаю уже и как мы видим не работает даже на известных там люди которых мы можем тоже узнать что то да вот это по сути знаете если вегетарианец тоже от вегана так скажем может быть и тоже еще отличается как написать то потом просто причине что у вегана опять это знаете это же все ошибки сравнения вегана взяли может быть нормально вот и который вот как мы сейчас я поговорил дать чек который правильно питается не просто на веганстве еще и правильно питается а вегетарианец может быть точно таким же то есть сравнили правильного вегана и даже вегетарианцы грубо ли неправильно дело не в том что он там молочку потребляет а дело в том что он может быть вегетарианц как муж сказали есть конечно там всю эту молочку это но он еще те же сами злоупотребляют чипсами кока-колы и всей блеотины и сравнили вот такой вот сравнение сделали и получилась информация в принципе неверно потому что если даже вегетарианцы взять нормального пусть и потребляющего там молоко и все это что веган не потребляет но он при остальных константах как правильно дело сравнение при всех равных как это говорят что он также одинаково питается но вот добавляет вот эти продукты это какие продукты можно там хоть и понятно вы знаете я как сейчас веган просто буду выражаться языком у тех же вегетарианцев пусть здоровое молоко там из-под коровки они какую-то там химии то есть могли сравнить с вегетарианцем которую какую пищу батончики там молочный жрет опять неизвестно из чего утешает себя что они из молока да а есть там уже давно неизвестно чего все это да завалил себя какими-то этими вкусняшками там с добы там все это якобы на молоке на яиц еще неизвестно чего все это покупает и сидит не на домашнем питании все время где-то питается неизвестно каких-нибудь булочных там до этих фастфудах то есть это все не это сравнение такое себе почему я опять заканчиваю на себе да потому что я живу пример тому вот сейчас я не буду что-то вставать оголяться я знаете нашел несколько старых своих фотографий вот на этой фотографии мне они пусть не очень хорошего качества это мне по моему где-то 23 2324 наверное где так вот это мне ну может там на пару лет еще я так попасть вспоминаю дети фотографии будет сделано это я в египте был на море в воронеже там у нас на бугре там на одном это где-то 2526 вы посмотрите на этих ребят на веганов христолюбцев и вот на этого вегана христолюбца это фотографии вот год может поскольку прошлым летом я сделал для ролика татуировка чем он отличается где вы тут видите или жир наоборот или наоборот его отсутствие причем вы видите разницу никакой разницы те фотографии которые первые две показал там пусть ну назовем их 24 26 вот это я еще до покаяния своего до трупожорства до ой до веганства то есть будучи трупожором есть разница я вам скажу что нет даже пусть фотографии может не все понятно во мне было всю жизнь 80 85 и до сих пор вам не 80 85 и и и в массе и внешне все то же самое ничего вообще не меняется абсолютно даже в 20 я мощнее был тогда потому что я занимался тоже я уже особо уже взрослая жизнь одни работы целыми днями так все поддерживал тоже поэтому даже видно что я и рассказывал что такое поздоровье был на я был это было с 16 когда у меня попер физический рост мужской где тот как раз это этих 20 до институт до конца то есть до 22 я еще там старался хотя тоже учился работал тусовки все эти но все равно я много старался и воркаут вот это все как сейчас называют всем этим занимались работы калистеникой как сейчас есть такой мы тогда не значит такие слова даже есть просто все это турник работы с весом собственного тела турники и брусья любые там все что угодно вот земля то есть как угодно упражнения со своим телом с нагрузками ну и даже в зал страны ходил но там я всегда балансировал вот именно как я сегодня сказал со средней атлетикой да то есть я не уходил не 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 в это не выносливость него не в наоборот в массу набор супер какой там как арнольд шварценеггер да нет мне нравилось гармоничное развитие чтобы ты был и реально выглядел так скажем мышцы были но чтобы они были настоящие что значит они ты действительно сильный настолько насколько выглядишь да вот поэтому вот так вот так вот вот я просто себе свидетельствую вот вам не как было вот стоит ровно всю жизнь что был труппажором что веганом что в силе я уже засвидетельствовал пусть на словах доказать могу только в реальной жизни что по поводу внешнего но это вот каждому очевидно ничего не меняется почему уж я то ем веган и причем пусть не сыроед там до ем обычную вареную пищу половина рациона моего это зимой летом в теплый сезон конечно когда все расти начинает там вареная пища к минимуму снижается все ем обычную пищу и опять же даже я когда злоупотреблял бывали момент кто знает я там в одно время жил там в храме даже в одном приходе православном до в деревне так меня там даже веганской пищи неправильно вот и нездоровой пищи там тоже бабушки все несут все что из магазина во первых и самично делаю вот я подсаживаясь на печень ушечки на все вот это вот сдобу и прочие вещи пусть даже постная меня там все знали тоже я веган веганом практически всегда был там за исключением одного периода но это уже позже было вот тогда я был веганом тоже все и вот я ел так скажем но тоже конфеточки там пусть они постных все это неизвестно из какого дерева сделаны на самом деле всегда это понимаешь но вот думаешь сладенькая надо то же самое сахар избыток и так далее да одно дело естественно фруктозу потреблять шоколад там темный да вот без всяких примесей на чистые да есть а другое дело все вот это уже концентраты да бывало я носоке почему покупные тоже часто покупал был у меня такой период думал ну а что там в них есть то то есть если ты не правильно то есть мне даже меняю такого почет живот начинает переть то есть я казалось бы не склонны к полноте вот и стал замечать что ну и плюс может быть периодами совсем скажем бросал даже какие там элементарные подтягивания отжимания нагрузки на пресс там так может жизнь складывалась то конечно я видел что даже у меня начинал переть вот вам пожалуйста поэтому стараюсь конечно следить за собой но опять же скажу что это легко действительно не просто не сваливаясь вот на все это нездоровое питание на продукты которые ты не сам вторичные продукты вот эти которые получены по сути тоже кулинарный продукт до которую просто из чего-то получился и второе свидетельство от все кто через меня пришли к веганству с кем и кто мне просто открывался то скажем с кем до сих пор общаемся или какое-то время потом общались потом от меня может просто уходили в плане общения информационного какого-то пространства но все кого я до сих пор знаю и так вспоминая кто свидетельствовал все говорили даже обратно и так и есть на сайт что-то меня не тоже худеет хочу хотела особенно кто мне девчонки ровесницы говорили да думала сейчас тут стройненькая прям нет но сначала съесть сюда вот так все как бы вроде получку от норму вошло но потом потому что начале может быть действительно многие более вообще переходит на такое веганство конечно очень близко к сыроедению да потому что ты начинаешь все это цельно плодовые потреблять продукты до большинстве своем особенно когда в сезон поэтому уж просто переходили так получалось начали как бы даже были сидеть сюда вот так и все даже может быть чуть-чуть там сбрасывать какой-то если лишний вес имелся вот но потом все говорили одно и то же вплоть до того что не то что я там да как было уже потом потом уже даже будет что-то я как будто набираю вот реально так реально так но игры набирать могла опять потому что я же не знаю что он там есть как и я вот про себя свидетельство может просто чуть неправильным то что я тоже сколько даже не сыроедение но все равно вот знаете какие-то печенюги там овсяные я покупаю тоже если их через каждые пять минут чаем хлебать то конечно попрет вот тут вопрос просто помимо качества над не забывать о количестве никуда от этого не денешься поэтому по поводу чипсов она хоть и сказал в статье но я по сути добавил вот это помимо чипсов и неправильное питание вопросе сколько питаться хотя безусловно если ты исключишь вообще вот такие какие-то то что я тоже практиковал если убрать вообще все что-то вторичного произведения то вы знаете вот реальность ты будешь и это может быть не взять на сыроедение тут я тут тут может скажет там сыроедение нет пусть даже варенка но если вы уберете вторичного вот ну вы поняли о чем я то есть печенье которую причем и вы даже сами не делаете что на делал может и сам там даже те же самые овсяные печенье может готовишь это одно что знаешь что туда добавляешь на штамм добавляют всяких кучи примесей действительно которые тоже непонятно как влияет на организм вот а если действительно сам все пусть даже что-то производишь вторичное но все это делаешь из первичных то тут даже сколько ты не обжорствую знаешь действительно если кто-нибудь попробует сыроедить там одни овощи фрукты но там их сколько не ешь чтобы на них поправиться это я не знаю но и ты никогда не похудеешь я практиковал естественно я так сказал за веганство и сыроедение все здесь проходила голодание это все не о том ничего ты не будешь на сыроедение ты вообще тоже ничего особо не сбросишь ты будешь действительно может быть просто больше потреблять на 5 желудок одинаковый вот у тебя классические приемы пищи останутся но может и добавишь потому что действительно побыстрее переваривается ну добавишь ты больше питья и в прикуску еще эти фрукты овощи ты будешь лишний раз особенно лет вот когда сезон так называемый даже я в центральном черноземье живу сезон то больше чем лето вот когда все уже растет от теплицы если это расширяется да и на рынках все уже есть и более-менее становится доступным то ты просто перекусы добавишь такие овощные фруктового ты все просто лишний раз съешь там огурчик помидорчик яблоко грушу сливы учетом есть вот и все тут больше будешь потреблять ну и питье бу почаще там выпить чай сок воду ту же самую да вот мышцы нас состоят на сколько процентов из воды узнаете достаточно воду пить помимо еды да то есть не просто это как и голодание кто знает там мокрое или сухое очень сильно отличается вода это сколько процент нашего тела огромные достаточно пить и ты уже не сдуешься потому что это кто знает что такое сушка для спортсменов они как раз на питье прежде все сокращают не на еде а именно на питье они может какие едят столько же а питье сокращают у них сразу сушка происходит ну чтобы мышцы под выделить вот так вот и по поводу вот действительно хочется сказать когда вы видите это уж тем кто до кого у кого мозги на место становится может даже не вегану будет такое слушать мое видео то все которые видят какие-то передачи статьи вот эти болеводские читаете где там якобы действительно знаете возьмут может какого неразумного первых разберите кто такие вообще настоящие веганы из любви к животным да и чем они по-настоящему питаются вот не путайте веганов пусть даже они себя называют веганами это зожники многие многие прана еды там или еще они может и называть себе и в имени у них веган или блоги они там ведут но вы посмотрите чем они занимаются что они пишут о чем говорят конечно поначалу вам это будет непонятно потом разберетесь но хотя бы начните интересоваться да они зожники или чем там еще и экспериментируют до голодатели прана еды там вот если вам где-нибудь показывать или описывать какую статье или ссылаются на какого там дрища которые действительно может голодание он там сыроед еще и там какой-нибудь вплоть до минимализма доходит до голодания практикует постоянные но он может еще и выглядит так и может и чувствует себя так может у него в этом смысл жизни там есть именно знаете как пост ради поста так и у них ну или они там расчет достижения каких то есть не путайте таких людей не так много это раз я крыли зачастую вообще веганы ли они веганство это любви к животным безвредные безвредная любовь к животным для человека на никакого вреда не наносит перейдя на веганское питание на веганский образ жизни приняв веганскую мировоззрение философиках хотите учения вы примете любовь к животным соответственно их нельзя будет убивать эксплуатировать значит вы изменится ваше питание там одежда все что с этим связано медицина и так далее да вот и нет никак не повредит даже лучше вашу жизнь вот и все а это уже порой там кит перебор кто-то счет делать ради экспериментов каких-то поэтому из какой программе пригласят специально какую девочку может еще или стоящую на этом пути или что-то там практикующие от знаний или от незнания наоборот вот и покажет когда она там они уже кости кожа кости обтягивает это все сделано для хуления просто истины вот и все для подставы веганство и так далее вот о всех этих статьях в реальность конечно же все веганы нормальные веганы или на данный момент ничего подобного там не экспериментирующие вы увидите это обычные нормальные люди сильные в теле и сильные даже вернее не правильность как вы их увидите в норме силы и вида да просто спортсмен да он вот такой не знаю что станешь веганами станешь вон как патрик да не да он и сам по жизни такой вы посмотрите на него ну и продолжает естественно это держать в норме даже благодаря веганство пожалуйста он на всех фотках в майке веган вот человек он и топит за потому что он за любовь вы таким завтра не станете просто перейдя на веганское питание да но вы не станете то о чем всякие эти пропагандисты тьмы что веганство это зло и ссылаясь вот на таких вам выведут какую-нибудь изосвенцева такого вот человека может и психически нездоровый на основе него не будет просто вам подкладывать вот это вот ложь что якобы это вот и есть веганство такие последствия конечно бредятины если вы действительно услышали о любви к животным вас зацепило у вас действительно пока есть куча вопросов один из таких вот что будет со здоровьем с внешним видом силы но эта часть здоровья по сути то разберитесь посмотрите на реальных примера жизни ну они просто будет как вот и я видео записываю словами сопровождаться но по сути вот он я вот разберитесь со здоровьем веганы и болеют я болею и другие болеют это не панацея болеют и труппажоры не вылазит из больницы все мы вопрос здоровья отдельный вопрос силы отдельные вопросы внешнего вида отдельный вопрос что и как вот так что вот так вот что почему какой пример вам приводит я говорю если уж вы такую или в ответ мне там захотите в ответ кинуть или вы из тех людей в разберись что там за передать что там за человек сидел или статья описано кома написано каком-то фанатике может вообще не сумму не дружит люди разные бывают вот так вот это очень важно понимать так что так вот поэтому с этим оправданием я надеюсь мы разобрались каким оправданием она отговоркой быть не может веганство это не о слабости не худобе это все просто норма на кого-то может даже в лучшую сторону влиять хотя тоже не обязательно главное тут не попасть эту в ловушку к сожалению я если меня веган слушают и знают об этом я часто говорю в другую сторону перегибать тоже не надо надо быть очень осторожным с проповеди что веганство даст тебе там вот вот такие вот там успехи полноту здоровья нет это тоже это просто норма жизни веган вегану рознь один может родиться с природными счета рождения с какими-то недостатками аномалиями рассказывать ему что завтра он олимпийским чемпионом будет это тоже неправильно вот это просто разные вот это показывает вот и разные примеры там есть людей вот но это действительно норма это классика это да это естественно вот хотя я говорю если у человека там не знаю какие проблемы можно там ноги какие-то там вялый он может всю жизнь на коляске говорить ему то что он веганом станет он с коляски станет это тоже хотя всякое может быть но его поднимет не веганство любовь к животным и господь который возможно для свидетельства что сделает мы этого всего не знаем но то что он точно приобретет это чистое сердце святость души и своей жизни и бы только в любви возможно это счастье вот и все это самое важно вот и и он точно ничего не потеряет ну кроме того зла от которого отречется и слава богу что она потеряет все зло и все эти злые дела которые из этого вытекает так что так вот на этом у меня все надеюсь это видео вам было полезно интересно ставьте обязательно лайки делитесь им в социальных сетях с друзьями и близкими в личных сообщениях до встречи сюда wo он ну 끊 он Продолжение следует...